С самого утра специалисты готовят к укладке литую асфальтобетонную смесь. Этому материалу не страшен ни холод, ни снег. Его уложат на проезжей части улиц Полевой и Самарской, в районе перекрестка, где располагается зона метростроя, на тех полосах, которые планируют открыть для движения транспорта уже 20 декабря. Эту дату согласовали во время еженедельного совещания в мэрии. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Две полосы пойдут вверх от Галактионовской в сторону Ленина, или Самарской будем говорить, две полосы пойдут вверх и работать правым поворотом на Самарскую. Теперь со стороны Самарской в сторону Полевой опять тоже правый поворот в сторону Ленина будет работать две полосы. Все так, как мы говорили, сроки выдержали. Минувшей осенью ограничения движения здесь ввели из-за строительства новой станции метро «Театральная». Специалисты занимаются переустройством инженерных коммуникаций. Сейчас этот процесс практически завершен. Ранее, 5 декабря, на перекрестке открыли одну из полос по Новосадовой в направлении в город, что позволило автомобилистам поворачивать направо на улицу Полевую. Чуть позже на маршрут вернулся и общественный транспорт. Людмила Мигунова работает в этом районе. Отмечает, что после возобновления движения стало удобнее. Временные трудности Самарчанку не пугают. Главное, чтобы строительство метро активно продолжалось. Вот эту дорогу сейчас сделали, и мне кажется, гораздо лучше стал автомобилист. Автобусы же ходят, очень не во что угодно стало. Метро я регулярно пользуюсь, той часть, которая построена. Думаю, и этой тоже. А людям с Беземянки как добираться до театра, до того же оперного, до драматического. Мне кажется, это очень нужное дело. После открытия полос специалисты Департамента транспорта организуют мониторинг пропускной способности маршрута. По результатам, на эту линию выпустят общественный транспорт. Перекресток здесь оснастят необходимыми временными дорожными знаками, отрегулируют светофорные фазы, а также уделят внимание пересечению автомобильных и пешеходных потоков. Возведение новой станции метро находится на непрерывном контроле со стороны регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. После окончания строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию театральной, подземка свяжет удаленные районы Самары с исторической частью города. Весь путь будет занимать 20-25 минут. Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» сможет обеспечить интервал движения поездов в пределах 7 минут. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.